Привет-привет, мои сладкие булочки с корицей! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня я собираюсь поискать всю платную и бесплатную детскую одежду в Токобоко. А если вам нравится данная рубрика, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх, подпишитесь на мой канал, мне будет безумно приятно, потому что я очень сильно стараюсь вам помочь. Сегодня не будем использовать никаких коробок, будем всё таскать на своих плечах, на своих хрупких руках и передавать другим персонажей. Во-первых, покидаем домик и ищем первое место с детской одеждой. Листаем карту вправо и для начала обойдём все бесплатные места. Это Тейлор, вот это вот место, башенка, где шьют очень много одежды, но сегодня мы собираем именно детскую. Если вы хотите рубрику, где мы будем собирать всю взрослую коллекцию одежды, пожалуйста, напишите в комментариях. Леончик, привет, как у тебя дела? Привет, Аня, я тут эту одежду присматриваю. А, ну хорошо, не буду мешать. Первая одежда у нас находится вот на этой полочке. Мы её складываем и передаём нашему персонажу. Ой, я деньги оставила, пожалуйста, выпишите мне чек. Хорошо, пришлём на почту. До свидания. Покидаем почту и направляемся в следующее место. Это гараж. Или свалка. Я привыкла называть это гаражом. Здесь стоит у нас Нари. Приветик, Нари. Как у тебя дела? Как настроение? Привет, Ань. Да вроде всё отлично. Как у тебя дела? У меня всё путём. Вот, собираю сегодня всю детскую одежду. Ну, удачи тебе. Продвигаемся влево. И открываем этот гараж. Здесь у нас очень много одежды. Но в основном это взрослая одежда. Лишь одна детская. Берём эту одежду и покидаем локацию. Друзья, если я что-нибудь забуду, пропущу, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Я же простой человек и мне свойственно тоже ошибаться. Поэтому буду вам очень признательна, если мы друг другу поможем. А следующее место, в которое отправимся – почта. Казалось бы, почта – большое место. Можно добыть много классных вещей. Но не тут-то было. Здесь не так уж и много одежды. Давайте достанем своего персонажа и пролистаем почту вниз. Листаем, листаем, листаем. Первая одежда, которую мы можем найти на ребёнка – это костюм. Он находится вот в этой коробочке. Костюмчик паучка. 2019 год, если я не ошибаюсь. Был вот такой костюмчик. Мы его достаем. Новогодний костюмчик для ребёнка. Посмотрите, какая прелесть. Здесь вы, кстати, можете ещё и шапочку взять. Но мы будем собирать только одежду. Берём руку и покидаем локацию. Листаем карту вправо и заходим в молл на второй этаж. Достаем своего персонажа и сразу же попадаем в магазин детских товаров, где очень много детских вещей. Давайте тогда памперсы вот эти, не знаю, стоит ли брать или не будем их считать как одежду. Ладно, они цветные, поэтому возьмём. Возьмём для разнообразия. Складываем всю одежду. И передаём персонажам. Ой, всё, нашла карточку. Надо будет тогда вернуться в прошлый магазин, оплатить. Вот оплаты картой. Всего доброго, до свидания. Но не спешите покидать магазин. Посмотрите, друзья, здесь стоит маленькая девочка. Вы можете менять одежду детям. То есть вы можете взять памперс белый и взять с неё платье. Поместить свой список одежды. Я даже не знаю, будем ли так делать, потому что детей здесь очень много. Но если ходить так по всему магазину, конечно же будет очень много вещей. Давайте пока что покинем это место. И отправляемся в больницу на второй этаж. Двигаемся в левую часть. Из тумбочки берём белый костюмчик. Также вы можете разбудить эту ребёнка. Эм, малыш. Малыш, чего тебе надо? Да я ей-то стираю одежду. Можешь, пожалуйста, переодеться, чтобы я постирала твою? Ой, ну хорошо. Похищаем одежду малыша и кладём в свою кучку. Хас. Магазин с товарами для дома. С мебелью. Вы можете здесь приобрести стул. Классные всякие штучки, подушки. Достаем своего персонажа и двигаемся в правую часть этой локации. С верхней полки достаем вот такую коробку. Мы можем добыть один детский костюмчик. Мы можем добыть такую вот детскую шапочку радужную. И вроде бы всё. Вот такой бантик ещё есть. И шляпка на голову. Но я не буду собирать именно шляпки с бантиками. Мы будем с вами конкретно по одежде идти. И направляемся в банк. Я занимаюсь стиркой детской одежды. Можно я, пожалуйста, достану её? Вот у вас в шкафчике есть. Откуда вы знаете, что у нас есть детская одежда? Да я всё знаю. Я же уборщица. Берите. Открываем полочку. И достаем детскую одежду. Вроде бы больше нет. А нет, вот ещё одна. В другой полочке не забудьте открыть дверцы. Вот ещё одна детская одежда. Отправляемся в следующее место. Она находится внизу, в левой части карты. В такой портовый городок, где вы можете купить одежду. Давайте возьмём карточку. Здравствуйте, мне нужна детская одежда. Так, мы посмотрим, что у нас есть. Есть вот такое вот платье. А это уже не детская одежда. Тогда покупаю только платье. Отплата карты, да? Именно. Ой, куда-то меня заказ унесло. Нет, сегодня мы не будем работать продавцами. Но кто хочет, чтобы мы поработали денёк продавцами, попробовали себя в роли продавца, поддержите меня лайком. А мы покидаем это место и направляемся в следующую локацию. Это Океанариум. Достаем своего персонажа с одеждой. Опять понадобится карточка. Здесь на столике продаётся детская одежда. Фирменная от этого магазина. Сия лайф. Океан жизни, да? Мой английский ограничивается лишь этим переводом. И ещё не факт, что я правильно произнесла. Друзья, ну я правда уже занимаюсь английским. Вертим, и всё будет хорошо. Ой, куда меня занесло? Извините, пожалуйста. Я хочу оплатить вот эти вот детские вещи. Спасибо. Подождите, я случайно упаковала эти детские вещи в подарочные коробки. Кстати, красивые подарочные упаковки. Ну вот, ну что ж такое-то? Мы так намусорили. Да дело годится. Выкинем мусор. Давайте возьмём свою одежду. О, а как это выгодно было! Друзья, посмотрите, какая коробочка удобная. Но пока что нам не надо складывать. Упакуемся где-нибудь в другом месте. Покидаем локацию. Вроде бы здесь больше нет ничего. Нет, есть, смотрите, мальчик сидит. Ну всё, одежду с детей мы поменяем в конце выпуска. Котики, забыла один детский костюмчик в квартире. Вы можете взять его в ящике, который расположен в кровати. Листаем карту вправо. Листаем карту ещё один раз. И находим отель. Двигаемся на второй этаж. Тук-тук-тук-тук, можно войти. Здравствуйте, прислуга? Да, занимаюсь стиркой вещей. Пожалуйста, сдайте мне свои костюмы детские. А мою-то можете простернуть? У тебя вроде тоже уже воняет. Нет, мы сегодня стираем только детские вещи. Отдвигаемся в левую часть этой комнаты. И тихонечко останавливаемся возле кроватки. Вы можете взять вот такой костюмчик. Покидаем это место. Но не покидаем отель. Мы двигаемся на третий этаж теперь. И в чемодане, в котором, как он только, вот в этом чемодане, есть детская одежда. Мы её берём и покидаем отель. Направляемся на пляж. Что думаете, если мы перекусим? Мой персонаж уже замучился ходить по этим локациям? Я считаю, заслужили. Здравствуйте, можно, пожалуйста, шарик ванильного мороженого? Оплата будет картой. Вот. Да, сейчас. Ой. Простите, я съела ваше мороженое. Фейлы только-боко, понимаю. Давайте украсим вишенкой и трубочкой. Какая вкуснятина. В жаркую погоду самое то. Двигаемся в правую часть этой карты. Мы можем найти детские полавки. Также стоит мальчик, которого вы можете переодеть. И, в принципе, взять вот этот, например, костюмчик. Давайте его, кстати, и возьмём тогда. Потому что он больше будет подходить в наш магазин. Покидаем эту локацию. И направляемся в следующее местечко. Которое уже находится на следующей карте. А именно, вот этот вот арбузный. Большое арбузное здание. Где вы можете провести уикенд со своей семьёй, с друзьями. Отдохнуть в бассейне. И поднять себе настроение. Мы отправляемся на второй этаж. Начнём именно с этого этажа. Здравствуйте, я у вас потеряла кое-какую бумажку. Можно, пожалуйста, посмотрю? Да, конечно. А что потеряли-то? Да вот, ещё никак не могу найти карту. Смотрите, друзья. Достаём этот комочек бумажки. Разворачиваем его и видим подсказку. А что это такое? Две клада ещё из детской одежды. Не видели, случайно, где можно открыть потайную дверь? Да, она находится в правой части. Двигаемся в правую часть этой карты. Мы уже прошли одну девочку, которую вы можете переодеть. И вот здесь, по канату. Переходите на эту сторону. Мы должны развернуть эти цветочки. Открыли потайную дверь. У нас здесь детские хвостики. Посмотрите, какая красота. Ещё также есть на взрослых. И крампит. Берём одежду. И направляемся теперь на первый этаж этой локации. В магазинчике есть детская одежда. Мы её оплачиваем и складываем к себе. Также вы можете взять вот такую вот детскую шапочку, в которой Катя любит ходить. Листаем карту вправо. Вот этот домик с пермой. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Ань. Как у тебя дела? Как настроение? Мы тут индейку приготовили. Садись с нами, покушаешь. Бабуль, я не могу. Я занимаюсь стиркой и все детской одежды. Можете мне, пожалуйста, помочь? Ой, как раз есть детская одежда не стирная. Иди там в комнате влево. Здесь есть много пижамок красивых. Посмотрите, первая пижамка детская. Вторая. Третья. И четвёртая. В чемодане только один алмазик. Поэтому, друзья, ставим вот эту одежду в свою кучку. И покидаем локацию. Листаем карту вправо. Листаем карту ещё один раз. И находим детский садик. Здравствуйте, детский садик. Как у вас дела? Как проводите время? Да, всё хорошо. А что случилось? Всемирная стирка детской одежды в токобок. Сдайте, пожалуйста, свою одежду. А, ладно, хорошо, берите всё, что нужно. Отправляемся в левую часть. На тумбочке забираем детский костюмчик. Также мы можем взять вот такой вот зелёненький костюмчик. И в ящике не пропустите голубенькое платьице. Ещё здесь очень много деток. Ну, естественно, это же детский садик. Вы можете переодеть их в купальники. Или, вот, допустим, в памперсы. И взять себе эту одежду. И направляемся вот в этот жилой домик. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, мне детскую одежду? Здравствуй, Аня, а зачем она тебе? Да я стираю, стиркой занимаюсь бесплатно. Да, конечно, шкафчики сейчас достану. Достаем такую детскую пижамку. Берём её и покидаем домик. Листаем карту вправо. И посещаем следующий домик. Один из самых моих любимых домиков. Потому что он красивый, атмосферный и очень эстетичный. Здесь, посмотрите, вот ради вот этого уголка. Мне этот домик нравится. Бесплатная стирка. Можете сдать, пожалуйста, детскую одежду? Ой, здравствуйте. Конечно, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. С полочки мы достаем вот такие вот детские костюмчики. Это пижамки. Кстати, здесь есть ещё вот такая взрослая одежда. Кому будет полезно, заходите. И направляемся в следующую локацию. Она находится на этой же карте, бассейны. Достаем своего персонажа и уже можем увидеть детскую одежду, которая на таком островке расположена. Я же загородила проход с одеждой. Вот, посмотрите, друзья. Чуть не пропустила клад детской одежды. Последняя карта, которую мы посетим, это горнолыжный курорт. Первое местечко. Самое верхнее. И, друзья, скатываемся с этого склона. Что-то у нас медленно это получается. А давайте вот сюда вот прыгнем. Ну всё, ничего у нас не получилось. Короче, мы финишировали самыми последними. В этом шкафчике есть детский костюмчик. Мы его забираем и покидаем локации. Посещаем магазинчик. Так, это очень странно. Где детская одежда? Здравствуйте, а можете, пожалуйста, дать детскую одежду? Хм, откуда вы знаете, что у нас есть детская одежда? Да я уборщицей работаю, и мне нужно просирать детскую одежду только боком. Пройдёмте за мной. Посмотрите, если вы возьмёте костюм с манекеном. Здесь есть кнопка зелёная, тайная. Вы на неё нажимаете, и открывается подойная дверь, где есть очень много клёвых вещей. А именно, даже вот такой вот рюкзачок, посмотрите. Но нам нужна только детская одежда, поэтому мы её забираем. Куда это вы её забираете? Оплатите сначала. Оплата будет карточкой. У нас только наличные. Ну тогда сниму сейчас, подождите, видите, у меня много одежды. Ой, давайте себе снимем ещё денежку на гамбургер. Мне, пожалуйста, гамбургер и картошку фри. Заказ принят, ожидайте. Да, скоро вернусь. Теперь можно оплатить детскую одежду. И, друзья, пойдёмте уже сходим за нашим заказом. Пора перекусить, пора сделать остановку. Много работы. Ой, главное не выкинуть в мусорку. Надо, буду держать эту одежду крепко в руках. Так, ваш заказ готов. Вот мой заказ. Расположимся за столиком и скушаем этот гамбургер с картошечкой фри. Последнее, где мы с вами добудем детскую одежду, это вот этот вот каток. В магазине мы можем взять детскую зимнюю одежду. Здравствуйте, выпишите, пожалуйста, чек. Я забыла наличные и я оплачу всё. Если я не ошибаюсь, это была вся детская одежда. Друзья, могу что-то пропустить, что-то забыть. Буду рада, если вы отпишетесь в комментариях. И мы друг другу поможем. Также кто-то прочитает и найдёт ещё больше детской одежды. Организуем у нас у себя в квартире магазин. Достаем своего персонажа. И будем быстренько развешивать всю одежду. Друзья, у меня уместилась вся одежда на детских вешалочках. Посмотрите на мой магазин детской одежды. Даже нет, не вся. А, нет, всё, хвосты висят. Показалось то, что они не висят. Друзья, такой магазинчик с детской одеждой у меня получился. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Если это так, поставьте пальчик вверх. Желаю вам всего самого светлого. Никогда не болейте, вкусно кушайте. Пока-пока.